Всем привет! Хочу показать пример, какие звонки поступают. Таких звонков примерно штук 20-30, иногда по 50 звонков поступает в сутки. И данный разговор, который будет дальше, это не самый худший случай, ну так скажем, средняк. Бывает и хуже, бывает и лучше разговоры. Но вот самый худший разговор был, это позвонила женщина, и за полтора часа я успел ей сказать только привет. Полтора часа она сама с собой разговаривала, сама себе вопросы задавала и сама на них отвечала. Я специально ее не перебивал, ждал, пока она мне даст слова. Ни разу не дала слова и в итоге сказала, все, благодарствую, все, хорошее. Полтора часа сама с собой разговаривал. Дальше слушаем разговор про Викселя и про эвакуацию. Добрый день. Антон, это Алексей, еще раз добрый день. У нас можно говорить? Да, я слушаю. Ну вот такая тема, крайние ролики смотрел, где ты с Игорем, с Москвы, и разговаривали по поводу Викселей. Ага. Ну такой ролик прям хороший, я смотрел, но просто подвел ночью. Ну ничего, нормально, все там вот, в принципе, так более-менее понятно. Вот, значит, по этой теме про Викселя я еще, там, может, чуть больше года назад начал читать эти Венские конвенции, значит, закон о Викселях. Но до меня толком не доходило ничего вообще, вот эти непонятные слова, там, индосамент, индосант и так далее, и там, все такое прочее. Это я вообще ничего не мог понять, значит, потом какое-то время прошло, тоже ролики смотрю, все, значит, блогеры, ну практически все, приходят к одному знаменателю. То есть приходят к Викселям, к Викселяму праву. Единственное, что я не понял, это как вот, допустим, напечатать Виксель, потому что, как я читал, там Виксель может выпустить организация. А как вот человек может напечатать Виксель? Просто на бумаге, что ли? Вот это вот я не пойму никак. Ты когда-нибудь в расписке писал, что отдал или принял такую-то сумму? Ну да, да, расписки были, да. Ну а это и есть Виксель? Ну это понятно, что это Виксель. То есть, смотри, значит, получается, вот у Игоря, я на канале у него посмотрел, у него там, значит, есть фотография, там, Виксель переводной, ну и так далее, там, простой Виксель, какой-то рамочкой там, узорной. То есть, если это все это дело отпечатать, Виксель с узором, там, как надо все на обратной стороне для Интерсамента, и это будет ценная бумага уже получается, если я наполню ее, допустим, там, правильно наполню, распись поставлю свою. Вот это, конечно, интересно. Расписка, которую ты писал, является ценной бумагой? Ну, для того человека, да, и для меня тоже. То есть, она пишется в двух экземплярах, а мне, одна ему, допустим, что я ему выдал деньги, а он получил. Нет, обычно она пишется в одном экземпляре, ты пишешь расписку, берешь деньги, а расписку ему отдаешь. А когда деньги отдаешь, расписку забираешь обратно и рвешь. Понятно, ну, я, может быть, что-нибудь так понял, просто когда я писал расписку, допустим, то, что, допустим, когда машину купил, или что там, что-то купил, что деньги получил, так и так. Мы писали в двух экземплярах, короче, как бы, я, как бы, и не знал, что там, как правильно нужно. Писал в двух экземплярах, для него и для себя. Вот такая тема. Вот, еще хотел вот спросить такой момент. Так вот, ты уже много раз, я так понял, сталкиваешься с этими делами, со всеми судебными этими движухами. Вот у меня передо мной лежит постановление о возбуждении исполнительного производства. Я так понимаю, это тоже вексель, да? Ну, скорее всего. Ну, дело-то в том, что это копия. А копия может быть векселем? Может быть. Потому что, вот, я взял лупу и рассматриваю, значит, вот тут стоит электронная печать судебного пристава исполнителя. Луп рассматриваю, вижу пиксели. То есть, это копия. И тут внизу написано, страничка 12 из 32, то есть, 32 странички, там, дело этого, что там, что там. Вот с этим мне, конечно, непонятно. Как вот на оригинале, допустим, как я могу тут зарядить интонсаментную надпись на двух страницах, на двух листах, двух страницах, то есть, задняя сторона обоих листов голые, чистые. Ну, то есть, для интонсамента. Ну, вот этот вопрос меня интересует. На копии, что я могу сделать? Ну, в принципе, все то же самое. Я еще не тестировал это ничего. Не тестировал, да? Вот смотри, еще такой момент. Значит, я тоже, как бы, много материала перелопакил. QR-код ставится на оплаченной квитанции. Правильно? Ты слышал такое? Слышал. Вот. Вот на этом исполнительном производстве стоит QR-код. Ничего. Ну, то есть, получается, если QR-код ставится на оплаченной квитанции, почему он-то стоит здесь и мне тут предъявляют какую-то иску, типа, не иску, а заплатить кинькофф басну и все такое прочее. Вот этого тоже немножко, как бы, не запонимаю еще. Что за движение? Не знаю. А что там в QR-код-то зашито? Ты читал? Ну, я его сканировал. Он меня убрал где-то в телефоне. Я уже че-то толком. Сейчас, конечно, сканировать не буду. Разговоры переносил. Ну, могу потом подсканировать. Ну, вот по всем признакам, короче, вот это остановление. И оно, видишь, оно получается на двух листах. Каждый листик с обратной стороны голый. То есть, Индосаммит мне что-то получается писать на каждой странице? На каждой голой странице? На каждом листе? Ну, я с Теговом еще не интектировал это все. Я даже в Викторе на правом поле не извинял. Ясно. Вот я тоже, как бы, немножко не до конца все-то изучил. Как я бы поинтересоваться. Думал, может, знаешь еще какие движения. Еще такой момент. Посмотри. Значит, ты не можешь мне контакты дать, Игоря? Я бы с ним связался, тоже бы там с ним поговорил бы. Или спроси у него, можно ли контакты его дать мне? То есть, у него в роликах нету контактов. То есть, у него там есть карта Сбербанка и все. То есть, а как с ним связаться? То есть, если у тебя есть телефон, допустим, под роликами, да? Я с тобой связался. С ним связаться не могу. То есть, я в ролике много тоже просмотрел его. Значит, и он их действует там и по векселям, и как он там в метро там, и как человек там хотели уволить тоже, как в виде векселя ему, значит, предъявили, короче, условия, чтобы уволиться. Ну, связаться с ним не могу, тоже обсудил бы, какие-то вопросы, может, он бы что-нибудь объяснил бы, наставил, как говорится, на путь истинный. Может, кое-что-то меня заходит. Я услышал тебя, дай мне слово вставить. Все, все, прости, прости. Я не уполномочен его контакта давать и спрашивать его не буду. Я с ним связался через комментарии в Ютубе. Можно писать его в комментарии в Ютубе. Я с ним так связался. Понял. Ну, я думал об этом варианте, тоже думал в комментарии его написать. Об этом варианте я думал. Здравствуй. И у меня нет в описании номера телефона. Ну, я же как-то с тобой связался. Я не знаю, как ты со мной связался. Или через ВКонтакте. Или, ну, в общем, как-то я нашел твой номер. А у Игоря нету ничего вообще, никаких описаний, как и контактов нет. Ну, вон. А с тобой я, по-моему, то ли через ВКонтакте, по-моему, я твой номер нашел. Ну, как-то я нашел, в общем, твой номер. Я тебе еще дозвонил, наверное, первый раз. Давай по делу. Мне это лишние слова, эти нафиг не нужны все. Где ты там что искал, как искал. Дозвонился и дозвонился. Вопросы давай. А, вопросы. Ясно. Хорошо. Давай вопросы. Смотри, значит, в последнее время очень много, значит, информации. И ВКонтакте, и Ватсап, и Фейсбук, и Ютуб. Информация, значит, такого, Макару, что, значит, власти готовят эвакуацию населения. Уже проплачены многие города, значит, администрации проплачены, чтобы увезти людей в лагеря. Вот такой вопрос. Ты в курсе об этой теме? Слышал, и что? Ну, я так думаю, готовится что-то какая-то бяка-бука, какая-то провокация. Приснорода вообще, Советского Союза. Ну, я тоже слышал. Вопрос в чем? Вопрос, ну, как мы можем помешать этому? А ты уверен, что это все будет? Ну, однако, смотри, значит, говорили, что будет вторая волна пандемии. Я вот всем, кому рассказывал, никто не верил. Однако это случилось. И раз это слухи ходят, может, нифиг делать, могут организовать такую кухню. Не знаю как. Ясно, ясно, что не знаем. Вот и я тоже не знаю, как противостоять. Значит, в одном комментарии я видел, значит, человек один высказывался, что создавать какие-то народные дружины и, значит, писать заявление в МВД, чтобы вооружили отряды, дружины, но это вряд ли прокатит. Никто вооружать не будет. И что? И, допустим, вооружат, и что? Эвакуация не будет, что ли? Ну, эту эвакуацию можно отменить. Каким образом? Путем вооружения? Вооруженные люди, допустим, не выпустят автобусы там или с детьми там, или со взрослыми. А ты не думал, что эти автобусы будут тоже охранять? Да, думал, конечно, что они будут охранять. Еще такой вот момент, что нашим войскам, нашим военным дадут приказ сидеть молча в казарме без оружия. А натовские солдаты будут производить эти действия, так как есть закон о беспрепятственном вхождении войск на натово на нашу территорию. Еще там, по-моему, в 2007 году он подписывал. Слышал ты об этом? Слушай, я даже и слышать не хочу об этом. Мне надоело всякие страшилки слушать. Я лучше пойду видео новое замонтирую, чем буду всякие страшилки обсуждать очередные. Ну, тем не менее, это же есть, это присутствует. Не слухи, есть слухи. Ты себе голову забил слухами и страхами. А на изучение вексельного права у тебя не осталось времени? Ну, вот в этом, да, ты меня правильно упрекнул. Да, вексельное право не осталось. Ну, как бы информации очень много. И по ЖКХ, и, значит, и по вот этим, по школам. То, что там и рамки стоят, и детишек наших, значит, медицинское вмешательство производят. У тебя, у тебя в голове мусорка или библиотека? Нет, как бы пытаюсь, пытаюсь все впитать в себе. Информации много, и она нужна и касается всех. Абсолютно. Как бы, если уже предпринимать какие-то действия, то нужно бить сразу по всем направлениям, по этой эрефии. Ну, бей, в чем проблема? Вольному волю. Ко мне какие вопросы? Ну, вот я тебе вопросы уже задавал. Еще вопросы. По вакцинации. Что ты думаешь про вакцинацию? По вот этой вот спутник ВИИ, вот это вот вакцина смерти, как ее называют? Не хочу. Правильно. Я тоже даже не хочу думать. Но, однако, значит, показывают. Люди в очереди стоят, чтобы сделать вакцину. Но это вообще караул. Где человеческое достоинство людей? Тебе по телевизору еще триллион таких историй всяких покажут. И про вакцинацию, и про тестирование, и про маски, и про червей в масках. И про эвакуацию. И про апокалипсис, и про инопланетян. Тебе что такого? Триллион таких историй покажет. Объекственное право ты так и не изучишь. Ну да, согласен. То есть это намеренный ввод в сторону, чтобы, короче, человек не подошел конкретно к тем вещам, которые могут изменить вообще ситуацию. Никто тебя в сторону не вводит. Тебе предоставляет выбор. А вводишь ты сам себя. Ты сам свой луч. Внимание переключаешь. Ты не контролируешь свой луч внимания. Он у тебя начинает, как этот, как сумасшедший фонарик светить во все стороны. И там надо посвятить, как мигалка мигает во все стороны. Ну, согласен, да. Как бы, ну вот смотри, мы учились в школе, да? Нам же тоже преподавали разные предметы. Географию, историю, математику. То есть я же не сразу во все, допустим, во все книжки сую глаза свои. То есть отдельно. Отдельно математика, отдельно литература. То есть, вот сейчас, допустим, в данный момент я с тобой разговариваю. Вот. Ты в школе мог выбрать все сами себе предметы, и какой урок будет следующий? Ну, в школе нет. Как я мог выбрать? Там же по расписанию все. Допустим, первый такой-то урок, такой-то второй, третий такой-то. Потом, значит, учитель музыки заболел, идите домой. Ой, а сейчас ты можешь выбрать? Сейчас, конечно, могу выбрать. Ну, а почему ты выбираешь эвакуацию, вакцинацию, чего угодно, только не вексельное право? Ну, вот смотри, мне это тоже тема как бы интересна. Эта тема затрагивает всех, и как бы предпосылки к этому есть. Значит, фотографии по Москве. Если посмотрел, там есть информация же по Москве, на опорах, на фонарных этих столбах. Понавешали какие-то плакаты, место сбора людей при эвакуации. Видел такой плакатик? А ты слышал такую пословицу русской? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Ну, так я же тебе объяснил, что я же не слил свои глаза там вообще сразу. Допустим, вот мне увидел, увидел тему интересную. Я почитал ее там, посмотрел ролик, значит, немножко в них информацию, допустим, где-то перепроверил ее. Вот эта информация есть, да, действительно, что на опорах стали вешать какие-то знаки, место сбора людей при эвакуации. Это же тоже неспроста. Плюс навешали везде вот эти на вышках громкоговорители и всякую вот эту хрень. Видеокамеры везде понавешали. Это же тоже все неспроста. Ты похож на, как тебе сказать, на губку, которая впитывает абсолютно всю теорию, абсолютно все новости, про все слухи. Ну, как это, такое ощущение, что у тебя на столе там 50 этих журналов желтой прессы. Тот и этот тому, то сказал, тот на того, то сказал, этот на того, это сказал. А еще там в Африке негры обгорели на солнце. А еще там эскимосы кому-то обморожение пальцев получили. А еще там, не знаю, какие-то ихтиандры почему-то захлебнулись. И все вот это вот у тебя тычет. И читаешь, и читаешь, и читаешь. А где твоя практика? Где твои знания? Где твои умения? Ну, смотри, по практике, короче, как бы, может быть, я где-то заблуждаюсь. Может, где-то что-то. Вот я на данный момент сейчас, ну, пару дней назад, значит, отправил, не отправил в банк, а лично отдал на, значит, подписали они там номер входящий, должность, ФИО полностью расписывало, печаль поставило. Значит, я им отдал целую папку документов, значит, волеизъявление претензий, акт, значит, о взаимозачете прав требований по 410-й статье, потом, значит, закрытие судного счета, аферту им зарядил туда. Вот. Мне, значит, в СМС пришло, что волеизъявление моей, значит, в обработке, значит, такое. Как бы я стараюсь что-то сделать, но как бы все не ухватишь сразу. Очень много времени это занимает. И все вот эти тексты я все писал своей рукой рукописной, то есть не печатный текст, а все писал своей рукой. Вот как бы практика моя такая вот в этом. Пока я веду переписку с банком. А результат есть положительный? Результат, значит, положительный пока нет. То есть это было пару дней назад. Написали мне, значит, в СМС, что до 17-го числа будет рассмотрение. Вот. Ну, я там, ну, конкретно все, короче, зарядил, предъявил все статьи вот эти по ГК, по УК, по этим, по банковским, значит, закон о банковской деятельности, что, как, что, как, что, как, почему и к чему. Вот такая тема. Будем посмотреть, что будет происходить вообще дальше. Так, вопросы? Вопросы, ты же говоришь, что ты, вот ты тут, типа, ничего не делаешь. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот я, допустим, сделал вот такие-то действия. Зарядил в банк бумаги. Значит, буду смотреть. Я тебе не говорил, что ты ничего не делаешь. Я тебе сказал, что, я тебя спросил, есть ли практический опыт, результат практического опыта. А что такое результат практического опыта? Это умение плюс умение передать эти знания. То есть нужны видеоинструкции, образцы, примеры. Ну, то есть все доказательства того, что ты это прошел, ты этого добился, у тебя есть положительный результат, и у тебя там есть инструкции, и образцы, и даже видеоинструкция. Вот это у тебя есть? Или у тебя чисто теория, что там кто-то может быть? Нет, смотри, Антон, у меня таких возможностей нет. У меня из аппаратуры только смартфон. Все. Компьютер сгорел уже давно, и я не восстанавливаю его. Вот, видеоинструкции, то есть, естественно, я сделать их не смогу, но я смогу только предоставить, допустим, фотографии какие-то, какой-то документ выложить, допустим, там, Телеграм переслать, там, или что-то в этом роде, там, на Ватсап. Вот, если что-то, допустим, вот люди звонят, там, или в Телеграме, или в одноклассниках, там, ну, в общем, в соцсетях, задают вопросы, да, я ему отсылаю какие-то, допустим, шпаргалки, образцы, то есть, и сразу предупреждаю, что это просто шпаргалка, как бы шаблон, нужно каждый, значит, документ подгонять под себя. То есть, соответственно, данные вносить, ну, где-то что-то от себя там вносить, потому что у каждого свой случай индивидуален. Согласен? Ты мне зачем это, всем известные истины рассказываешь, опять 25? Это я все сведаю, зачем ты мне одну и ту же все это рассказываешь? Давай это конкретно по делу, вопросы еще какие есть? Так, вопросы. Ты зачем позвонил? Время мне отнять, или что? Или тебе поговорить просто нет? Если тебе поговорить, нет с кем. Ну, подожди, подожди, вот теперь смотри, я с тобой, допустим, разговариваю, ты меня сам подводишь к тому, чтобы я задавал какие-то вопросы, как бы держишь меня на связи, чтобы потом запись выложить, там, допустим, в YouTube, сделать какой-то ролик, знаю, там, наперед ты меня спросишь уже, что могу ли разместить, да, я даю добро, не вопрос. Ты же сам меня, как бы, держишь на связи. Где вопросы, где там то, где вот такие дела, где такие дела. Вот смотри, я тебе скажу еще такую вещь. Значит, ты говоришь мне, где, значит, подтверждение, где опыт, где чего. Вот недавно, значит, мне приходило СМС, что мои счета арестованы. Вот. Ну, я не знал, кто арестовал, кто, чего там арестовал, короче. Было просто указано, значит, судебный участок такой-то, и номер, значит, судебного приказа. Я судье написал бумагу, тоже собственноручно написал бумагу, вложил в конверт, там еще куча документов, вот. Отослал им, значит, туда, к судье бумаги эти, написал, значит, восстановление сроков, возражения и отмену судебного приказа. Ну, и судебный, значит, приказ обменили, арест сняли с карточек. То есть, а ты говоришь, где практика, вот, практика, получается. Я, может быть, где-то что-то, какие-то ошибки делаю, но результат, как бы, есть, небольшая победа есть. Ну, эта практика уже давно всем известна. Этот приказ отменяется в течение 10 дней, и все об этом знают. Там, ну, там есть нюансы, но большинство народа уже знает, как отменить судебный приказ. Я тебя спрашиваю про новый опыт. Не про то, что всем известно, что, что это, чтобы открыть дверь, ну, ставить ключ в замок и повернуть его направо. Это все уже знают, или там налейли. Я понял, я понял тебя. Ну, смотри, новый опыт, говоришь. А судебный приказ был выписан 5 октября, а узнал я о нем 20 января. Ну, и что? Знаешь, как карьеру? Ну, и что? Я им все это написал, и они отменили. А там же, с того момента, как тебе стало известно, вот и все. Ну, естественно, я все это указывал. Все это указывал в бумаге. Ну, я тебе говорю, это здесь все просто, это все знают. Ты мне ничего нового сейчас не открыл. Я тебя не удерживаю на разговоре. Я не хочу впустую тратить время свое. Если у тебя, ты зачем позвонил? Мне рассказать, как отменяются судебные приказы, я это прекрасно знаю, лучше тебя. Если ты мне позвонил, сообщить, что там какая-то эвакуация или вакцинация идет, да мне столько информации стекает, что я тебе могу сам тут два дня рассказывать, что происходит в мире. Я понял тебя. Мне... Хорошо, тогда смотри. В принципе, у меня больше вопросов нет. Если у тебя никаких вопросов нет, тогда можем прекратить разговор. Сразу говорю, даю добро, если там будешь какие-то ролики монтировать. Даю добро, монтируй мне вопрос. Во благо. Добро. Просто у меня нет цели удержать тебя или завершить разговор. Понимаешь, ты мне позвонил. Раз ты мне звонил, значит, ты хочешь что-то узнать, либо, ну там, я не знаю, посоветоваться или спросить. Так вот, я тебя к этому и подвожу, что давай конкретно по делу разговаривай. Ты вроде как вначале задаешь вопрос, после каждого моего напоминания такого, а в итоге скатываешься в то, что ты мне начинаешь рассказывать какие-то элементарные, общеизвестные вещи, которые я и так знаю. При этом тебя совершенно не волнует. Знаю я это, хочу я это слышать или нет. Ну, просто идет отъем времени. Я понял тебя. Хорошо. Ну, ты, допустим, мог бы и сказать, что да, да, все хорошо, я все понял, я все это знаю, у меня нет времени, давай разговор заканчивать тогда. Ты же мог меня и остановить, правильно? Ну, бывает у меня такое, да, ухожу там немножко в монолог. Почему-то так получается, что мне в сутки поступает по 50 звонков, и мне приходится каждого из вас вот так останавливать. У меня, я не супермен, у меня нет столько сил каждого из вас останавливать. Обрати внимание, что я даже тебя останавливал как минимум 5-6 раз и просил переключиться на дело. То есть давай разговаривать по делу, не надо мне рассказывать, как взять там, какой носок на правой ноге, какого цвета там, или как ты вчера подстригся и т.д. и т.п. Мне это все неинтересно. Я понял тебя. Вот смотри, опять же, опять же, ты рассказываешь мне тут про носок, с какой ноги свалился, какой чего. Значит, разговор интересен, и как бы ты не хочешь разговор закончить, то есть ты как можно дольше хочешь его продлить. Понимаешь, я тебе сказал еще минут 5 назад, что если у тебя времени нет, давай разговор закончим, там и все такое прочее. И все как бы дальше, это вот такой как бы серьезный такой момент в разговоре, как бы удерживать оппонента на линии. Такая тема. Ну, это значит, это смотри, ты сейчас пытаешься сделать попытку выдать свое личное мнение за мое. То есть ты за меня трактуешь, что я хочу и что я делаю. Ты меня неправильно понял, и ты неправильно трактуешь. Я это делаю... Ну, хорошо. Стой, подожди. Я это делаю с целью, чтобы продолжить разговоры и продлить разговоры как можно больше, чтобы он получился. Нет, не с этой. Я хочу тебе разъяснить, почему я так разговариваю. И почему я постоянно тебя поправляю в плане того, что не надо тратить мое время, а нужно разговаривать по делу. Но ты меня ни с пятого, ни с шестого, ни с седьмого, ни с восьмого раза не услышал. И отказываешься понимать просто? Да нет, я не отказываюсь понимать. Я все понял. Я же тебе объяснил, что я все понял. Просто, как бы ты говоришь, я трактую неправильно. Ну ты же мне начинаешь тут говорить. Вот носок упал, стой ты на ноги, стой ты на ноги. Опять тянешь как бы время, и разговор продолжается. Мне это, в принципе, тоже как бы время маловато, ограничено. Вот. То, что хотелось, допустим, услышать на эти темы, по этим, по векселям, по исполнительному производству, в принципе, мы с тобой поговорили. Я то, что хотел услышать, я услышал. И услышал то, что ты тоже не до конца еще в этой теме разобрался. Вот. Эта тема серьезная. Это как бы с наскоку это тоже не взять. Это надо изучать, сидеть. Я же говорю, вот год назад я читал это, вообще ничего не понял. Вообще ничего не понял. Вот сейчас вот начинаю опять там прочитывать несколько раз. Потихонечку вникаю, как бы, тема сложная. Если бы нам со школьной скамьи это все вдалбливали, мы бы, конечно, это все понимали. Согласен? Знаешь, какая у меня любимая стихотворение из детства? Ну-ка, расскажи. Знаешь, такую писательницу Агния Бортко? Агния Бортко? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Агния Бортко. Ну, судя по интонации, ты в курсе, да, на чё я намекаю? Ну, типа, да-да-да-да, в курсе. Учил, да, в школе эти все. Ну, конкретно стишок, конкретно стишок я не могу как сказать, как там, что, как что звучит, ну, примерно так соображаем, что почему. А там все просто. Там девочка Лида рассказывает, а болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда. А еще у меня нагрузки по-немецки и по-русски. А болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда. вот он не будет не будет для отвлекательного больше принципе я все что хотел услышать услышал вот такие девушки давайте закругляться будем добро все ложки на связи богатство и Субтитры создавал DimaTorzok